Доброго дня, друзья, пчеловоды, зрители, подписчики и любители пчел и меда, в первую очередь. С вами Александр Пасечник. Ребята, разговор будет такой. На сегодняшний день уже 25 июля, взяток у нас подходит к концу и в этом году он нас не радует. Откачали мы за Светланкой мед, накачали две бочки меда со всего 600 килограмм, ну еще будет последняя качество с подсолнуха, я не знаю, сколько там поручится. Ситуация, конечно, не, мед-то есть, на чай с булками хватит, вполне вопросов нет. Хотелось бы что-то продать и на эти деньги, допустим, своей семьей что-то купить. Ну, как говорится, раз на раз не приходится. Так вот, к чему я веду разговор. Идет время к тому, что мы должны закармливать пчел. На одном корпусе, на два, допустим, у вас. Двенадцати рамочные, да, но без разницы. Я считаю, сейчас оставлять мед подсолнуха, ну это жесть. Мы со Светланой, когда качали мед с кориандра, вот, я проверял влажность. У нас показала 16,5. Рефрактометр у нас, сейчас покажу, чтобы потом уже не ловили меня на словах, что там китайский рефрактометр. Я его откровенно добровал, сейчас я покажу. Вот. Покажу такой рефрактометр, чтобы потом, тот вопрос, почему я на него основываюсь. Это вот, где-то в такой вот коробочке. Так он выглядит. Вот, может вы сталкивались, кто-то скажет, хороший, нехороший. Здесь идет подсветка, то есть, нужно в ночное время смотреть. Ну, то есть, ну, функцию свою выполняет. Он тяжелый, такой, дебелый. Так вот, я на этом рефрактометре проверял. Влажность меда, я вам скажу, 16,5%. Дальше влажности. Дальше я проверял подсолнух. Ребята, та же самая ситуация. Мед густой, очень густой. Рамки запечатки, наберешь только вверху, а когда при откачке пробуем, тут даже в ячейку залезть и помажете, я просто был в шоке. До 17%, 16,5%. То есть, густой мед, он, когда его качаешь, он через сутки уже такой густой, ну, прям, как, ну, я не знаю, такой-такой, прям уже, вроде как, да, день-два я уже запустить. Ну, если показать в варточке, вот у нас требует, дня прошло, но он позже не выстой. Показать? Давай я сразу покажу. Да, вот кориандр наш. Ага. А вон подсолнух стоит, далишка, может, есть розовый? Точно. Розовый. Да, подсолнух покажу. Это так? Да. Саш, розовые крышечки. Семён Семёныч, Семён Семёныч. Ну, покажу, ребят, это подсолнух, вот смотрите, он густой становится, так это буквально сколько-то прошло. Он украшенный два дня назад. Да, да, два дня назад. И, ну, через сито он очень тяжело проходит. Так, ставлю на место, да? Ага, надо что-то же поднять. Так вот, к чему я веду, блин? Много воды, много воды. Кормушка, ребята, кормушка, ребят, что, как быть? Вот весной начинаем стимуляцию пакетики, пакетики, пакетики. Светочка, наверное, устала, я там буду зайти пакетики завязывать постоянно. Один и тоже, я ей говорю, Светлана, надо сделать 100 пакетиков, надо сделать 50 пакетиков. Это её просто, ну, уставало. Это тяжёлый труд. Поначалу казалось бы, да что там там, я сейчас быстренько их навяжу? Когда один день сделал, второй, когда третий, надо что-то другое делать, а мы должны навязать 100 пакетиков, выбиваясь с колеи и просто уже чуть не до скандала происходит, что-то надо менять. Так вот, к чему я пришёл. Рассказываю, как сделаю я. Я, опять же, таки хочу повториться. Я не учу вас, потому что сам учусь. Постоянно что-то меняю, это 10-е. Возможно, этим же себе усугубляю, что не качаю много мёда. Но, скорее всего, в жизни так оно и есть. Кто-то качает, а кто-то экспериментирует. Так вот, я экспериментирую. Может, даже рукожопа. Ну, так вот получается. Так вот, вот такая у меня есть переходное дно. Оно же, переходное дно. Оно же, получается, при... Я вам когда показывал, да, когда держать матку по мощности, то есть мы с семьей дёрнули 4 рамки со старой маткой, поставили в корпус. Это под низ. А здесь фанера перерождает, и два корпуса у нас работают, и там матка, и там матка. Что можно с этим сделать? То есть ставлю я такую отраску. Вот, начнём закармливать, наверное, с 7-8 августа. Начнём уже это делать. То есть, что я приобрёл? Я приобрёл вот такие вот кормушки. Заказал под свой размер, кстати, ничего немаловажного. Потому что у каждого угли все равно какие-то размеры гуляют. Есть стандарт, а есть нестандарт. У меня, возможно, нестандарт, потому что здесь 10 рамок, и оставлено больше пространства от этой рамки вот сюда. То есть, когда я сдвину, у меня здесь влазит пальчик. Почему? Потому что зимой, когда разбухает, и если стоит 10 рамок, поверьте, они так разбухают, что достать рамку просто невозможно. А так вот эти вот сантиметры, грубо говоря, он даёт возможность манипулировать, рамочку вытащить без... Не переживай, что я там форву, и мёд потечёт. Продолжим. Долго-долго, я видел, наверное, получится. Ну, обычно разжёвываю. Вот такие вот кормушки. Они не глубокие. Есть, конечно, они... Я вот взял у человека, на пробку, перед тем, чтобы заказывать. Они есть, это Копла, они больше. Они тут другой размер. Наверное, скорее всего, 8-рамочный или 9-рамочный был. Была у человека кормушка. Вот. Они делаются из толстого материала. Пищевой материал, как мне уверили. И толщина 80... Чего 80? Микрон? Ну, 80-ка, да? 80-ка, да? Так, материал 80-ка, как мне сказали. Есть материал 50-ка. Ну, это тоже 80-ка. Чем отличается? Это мягче, это жёстче. Давайте рассмотрим то, что жёстче, потому что я на нём остановился. Суть какая. Подошли мы в августе. Понимаем, что ещё пчела осталась старая. И надо её использовать. Её активную рабочую силу. Мы вложим эту поставку, сделая так, чтобы под ней было 1 см. Потому что носковые мостики, там всё такое. Что мы делаем? Мы ставим стаканчик. Ага. А перед этим, я уже на этом покажу, мы проходим вот эту часть. Я это буду испытывать. Не хотел бы с вами посоветоваться, какие отзывы будут. Мы же тут уже пробовал. Ну, и говорят, что хорошо. Покладывается наждачка из цепостяной, снутри. И так же самое, вот такое обычное ведёрочко, в котором мы, бывает, даже разливаем мёд, тоже снутри проходится наждачкой. Для того, чтобы создать широковатость, чтобы пчёлка могла подниматься. Потом она в итоге, когда будет носить сироп, здесь они налипят липкого, там, своими ножками, и оно будет им уже вообще удобно. Что дальше? Подходя к улью, у нас здесь всё закрыто, пчела не выходит, то есть мы контакта с пчелой не видим. Мы подходим, ну, допустим, у меня здесь бутылка, а у меня будет бочка с насосом. То есть я подъехал, вот, буду пробовать, как я это всё буду делать, да, и начинаю наливать сюда вот. Здесь, кстати, в бутылке 6 литров. 6 литров. Ну, я не знаю, насколько я буду кормить, то весной, даже весной можно по пол-литра. Вот пришёл с кружкой, черпанул, и всё, и уже чавас такой наберёт, здесь его, ну, сироп у нас стоит, и крышкой мы накрыли. Осенью пришли, залили мы, допустим, сколько будем заливать, Свет? Ну, 3 литра много. Давай посмотрим, 6 литров лезть или нет? Вот так, тут на ведёрке есть такие ребрышки, надо его пустить, чтобы вода упала, и всё, тогда будет всё гуд. Слушай, а 6 литров лезть, да? Ну, конечно, влезет. Да ну, хватит, давай 5. Ты уже всё. Влезло, 6 литров влезло. Вот, казалось бы, да? Вот, отлично. Пчела поднимается, берёт, здесь вот, там получается двойное расстояние, где-то там может быть сантиметр, может быть чуть больше. Нет, я думаю, сантиметр, не больше. И накрываем крышкой. Почему удобно мне эта кормушка показалась? Опять же, ребята, хочу вас, может быть, кто пробовал, совет нужен. Идёт тепло. Идёт тепло сверху, сироп тёплый, дальше себе на улице похолодало, на расходных рамках всегда будет чела, она будет греть его, и будет сальсенцезе же набрать сверху. Следующая ситуация, как бы я себе, я себе представляю, то есть у меня такого ещё нет. Это только первый, ну, пробный экземпляр. Пришёл, открыл крышку, опа, в этой семье, допустим, выбрали. Я спокойно опять их дал. Поставил 2 литра, ну, если буду давать. То есть, ну, просто, как это будет всё происходить, я вам, может быть, даже покажу. Тут пришёл, а здесь, допустим, ещё не выбрали, половинка осталась. Ну, зачем им давать? Закрыли. И так тут постоянно. Что такое пакеты? Ты на линк, ты пришёл, там пакет набрали, набрали. А, кстати, сколько раз они у нас рвались? Это очень было проблематично, когда у вас рвётся пакет, и начинается воровство, и бегаешь в высоте уликов, сокращаясь. То есть, для меня этот вариант самый такой простой и всесезонный. То есть, с весны можно давать побудительную подкормку, на осень можно давать закормку. Потому что зима на сахаре, я не знаю, с этими сейчас пестицидами, гербицидами, сейчас что у нас в подсолнухе в этом творится? В этом сезоне вообще непонятна какая ситуация. Пчела на подсолнух не идёт, воровство и всё остальное. Тяжело, конечно, говорить, как чего, но пробовали ребята, когда добавляют, когда всё равно у нас в гнезде есть смёд, правильно? И мы просто добавляем какое-то количество сиропа, там 10 литров, кто-то будет больше, кто-то меньше даёт. Кто-то просто осенью начинает в апосте стимуляцию, там по литре даёт, чтобы матка чувствовала принос нектара, потому что сейчас дожди прошли, балки зацветут, и если мы будем стимулировать всё и продолжать, а в прошлом году я так делал, очень понравилось, то матка будет сеять, и, соответственно, пчёл в зиму будет больше. Единственное, что надо давать небольшими порциями. Так, где заказывал? У кого? Ребята, все их вы знаете. Кто выезжает на выставки, на ярмарки, это ребята, которые в Харьке презентуют свою продукцию. Это подсотовый мёд, упаковка, разные виды у них поилок, кормушек, там, ну, всё, что угодно, сделано из этого материала. Вот, поэтому этих ребят все знают, этого парня из Моцери, я номер телефона ставлю, конечно, пользуйтесь, за это вообще никаких рекламных целей, просто вот совет, можно кто-то что-то даже добавить. А может, кому-то даже пригодится, поэтому такая ситуация. Цена в индивидуальном подходе, потому что, как я могу говорить, за свою цену, вот, ну, допустим, моя цена этого изделия стоит 1 литр мёда, грубо говоря, правильно? Ну, вот, подсолнечника. Вот, 1 литр мёда подсолнечника стоит, если продать в розницу, стоит цена для кормушки. Она универсальная, слаживается одна в одну, то есть 150 штук, это такая пачечка, приехали, раздали, сразу же саму, то мы сегодня собрали. Опять же, таки, весной нужно расставлять. Вот такой материал о своей кормушке. Пишите в комментариях, может, где-то что-то, ну, давай, от пакетов собираюсь уходить. Ставишь, не дай бог, где-то пакеты сейчас тоже делаются, заводы, одна партия хорошая, другая плохая, поставили, бух, потекло, и у меня это всё через рамки, через сетку, пчёлы мокрые, и я понимаю реально, что до завтрашнего дня здесь будет воровка и куча муравьёв. Уходим от таких вещей, ну, непрофессионально это пакет, конечно, это всё интересно было поначалу, недорого, ну, уходим, уходим от пакетов, потому что, ну, риски есть огромные, особенно сейчас такую погоду, когда начнётся это воровство, это будет просто жесть, слабоиселень поубивает. Всем крепкого здоровья, хороших медосборов, как бы не сарказмом это звучало, вот. С вами Александр Пасич, до свидания.